Добрый вечер, уважаемые друзья, я участвовал во многих дискуссиях, в общем дискуссии были жаркие, и вот я сижу сейчас и подумал, боже мой, как же долго я живу на этом свете, потому что полстраны родились при том, кто при Владимировиче или выросли при Владимировиче, а я еще могу вспомнить и брежневские времена, и когда последняя сессия сейчас была у нас по внутреннему спросу, мой основной бизнес это производство, продажа обуви, там выступало очень много представителей сельского хозяйства, они рассказывали, как они прекрасно кормят страну, чем кормят, как все развивается, а я же в 80-й год был фермером, вот еще до армии, пока в Москву не привезли, и говорю, а что вы мне будете рассказывать-то, я же помню, сколько было коров в РСФСР на 90-й год, я знаю, сколько сейчас коров, всего-то 18 миллионов, 18 миллионов, до и на 100 до 9, почему я знаю, ну потому что кожи нет на кожзаводах, нет коров, нет кожи, а если нет коров, то действительно зерно можно продавать, а вот в советское время, в 80-х годах, я ходил с картофельным мешком в магазин за хлебом, ну потому что там семья большая была, там на каждого в день там буханки хлеба, там потом плюс по батону, все это в мешок, и все поросят, ну к слову, вот кормили, реально коров кормили хлебом, просто мы в деревне, в нашей Новгородской глубинке, вот такие времена были, ну где-то, значит, была там, ну экономика, наверное, неэффективна, когда корма стоили, по-моему, 30 копеек за килограмм, да, а хлеб 16 копеек за буханку, ну сейчас я хочу не об этом, потому что основная сессия такая горячая, в которой зря мы объединили, зря мы в одной сессии объединили сразу две, наверное, самых больных темы современности, да, это миграционная проблема, там и демографическая, то есть за полтора часа, там, да, обсудить эти две темы, это было, конечно, самоубийство. Ну что мы вынесли? Да, мы все понимаем, что Владимир Владимирович был прав, зачем нам нужен такой мир, если в нем нет места России? Следующий вопрос, а зачем нам нужна такая Россия, если в ней нет места русским? Страна фантастическая, страна огромная, там, самая большая страна в мире, самая богатая страна в мире, вся таблица Менделеева, ну все есть, да, все есть для прекрасного развития, все есть для того, чтобы по Менделееву в ней жило 500 миллионов человек, там, по-моему, 500, 600, 600 даже, да, Менделеев, и Менделеев, в принципе, прав, да, в начале 21 века должно было жить 600 миллионов человек, трудовые ресурсы в стране, там, 73 миллиона человек, реально с ней здесь можно занять работой полноценно и 150 миллионов, там, и 180, и 200 миллионов, говорю, страна-то фантастическая, но в это время, в это время, с 2014 года, вот, по 24 год, в стране фантастический провал рождаемости, с миллион 950 тысяч, в этом году мы опустимся до миллион 150, минус 40 процентов, коренное население, вот, минус 45 процентов, коренное, ну, опять же, мы видим там в Чечне рост, в Дагестане рост, в Ингушетии рост, и если мы возвращаемся к исконно русским регионам, минус 50, минус 50, это не проблема, так ведь, это катастрофа, мало того, даже не катастрофа, это геноцид, это геноцид русского населения, все 10 лет, да, падали доходы населения, развал закредитованность населения, повторюсь, особенно вот в исконно русских регионах, да, массово росли микрозаймы, там сейчас, вот, там, на одного заемщика, там уже по три займа, то есть, действительно, человек, попавший в кабалу микрозаймов, казалось бы, очень просто, приди в Госдуму и запрети выдавать микрозаймы, просто запрети, потому что предприниматели, которые занимаются микрозаймами, они ничем не лучше, по факту, ну, могу громко сказать, там, ну, прям, жестко, нацистов, потому что они реально убивают свое население, в первую очередь, они обучают свой персонал, выгоняют людей в долги, так ведь, создавать им проблемы, да, потом нанимают коллекторов, да, те начинают, ну, доводить там в ходе до самоубийства собственного населения, и вот, ну, приди в Госдуму, ну, запрети, ну, запрети, там, выдавать там микрозаймы, ну, как можно вообще один процент в день, ну, сделайте не больше, там, двух ключевых ставок, это же можно принять сегодня, прям, приди, ну, сегодня, завтра, приняли, а вы знаете, такие законы не принимаются, да, вместо этого, да, что мы делали эти 10 лет, для того, чтобы как-то замылить проблему демографии, наши чиновники в регионах, и, ну, понятно, и в Москве, да, начали массово выдавать паспорта мигрантам, вот в прошлом году, там, 178 тысяч паспортов только таджикам, да, те начали завозить даже своих родившихся детей оттуда, да, массовая рождаемость, да, среди мигрантов, там, 3-4 ребенка в семье, в отличие от Ленинградской области, где 0,88, СКР, то есть Владимир Владимирович, мягко говоря, экономический, социальный блок обманывал, за последние, там, полгода, я пять раз услышал от Владимира Владимировича, что его обманули его западные партнеры, Меркель обманывал, Алан обманывал, там, Минские соглашения обманывали, Раширина обманывали, а кто же обманывал Владимира Владимировича внутри-то страны? Налоговая политика, Дворкович уехал, да, говорит, Мау уехал, а наша налоговая политика, она антинародна, она антинародна, с такой налоговой политикой, а причем в Российской Федерации вот этот хвост в виде налогового законодательства уже 10 лет с тех времен, как Михаил Владимирович Мишустин, который сегодня бодро отчитался в Госдуме, а я, как раз, считаю именно его и его команду одним из виновников проблем последнего десятилетия, и не надо недооценивать, потому что в 13-м году ему дали все рычаги власти, не только в 19-м, как премьеру, а именно налоговая политика, она рулила, вот хвост управлял собакой, да, вот собака российской экономики, налоговая политика. Для того, чтобы сдержать развитие страны, сделали несколько шагов, подняли НДС, вредительское движение, шаг, абсолютно вредительский, потом придумали самозанятых. Прекоризация труда к чему ведет? Отсутствие социальных гарантий, вот у нас сейчас 10 миллионов самозанятых, отсутствие социальных гарантий, снижение рождаемости, так ведь? Когда вы работаете на заводе там, да, или на селе там, да, у вас действительно дом, у вас есть какие-то гарантии, у вас есть будущее, вы видите свет в конце туннеля, вот тот свет в конце туннеля, который дал Владимир Владимирович нам в 2000-м году, так ведь, когда он пришел к власти, там и экономика росла, вот в эти годы нулевые, там до 10%, 7, 8, 10, понимаете, и террористов мочили где? В сортире, понимаете, а вот они не по кругу субегали, понимаете? И НДФЛ сделали 13%, вместо этого на 30, там в верхней планке, вот я сейчас прошу налоговая политика, сделайте там 12% социальные налоги всем, верните классические трудовые отношения, всех мигрантов, всех мигрантов, не должно быть никаких патентов, никакие самозанятые у мигрантов, они не должны просто перемещаться по стороне, из региона в регион, приехал, трудовые отношения, договор с компанией, не знаю, Растельмаш, там, или с нашей, ну, если там есть у нас мигранты, с любой компанией, и тогда служба безопасности компании отвечает за него, ну, как в Дубае, да, там, как в Арабских Эмиратах. Все понятно, что делать, но мы делаем все абсолютно по-другому. Мы наступаем на грабли раз за разом. Отменяйте срочно самозанятых. Запрет работы с ООИП. Верните людей нормально в компании работать. Повторюсь, потому что вот это вот размытие, ну, я называю все вот эти шаги, деградация, примитизация, там, экономики. Ну, что может ждать, там, не знаю, человек, который будет всю жизнь курьером, там, ездить? Хотя, с другой стороны, курьер сейчас зарабатывает, оказывается, намного больше, чем научный сотрудник. Мы вообще до чего довели экономику? До какого маразма вообще ситуацию мы в стране довели? Человек прилетает из Душанбе, там, не знаю, там, или, ну, от Сухаин, там, заехал беженец, кликнул самозанятый, 4%, и он в день начинает, на следующий день зарабатывать в два раза больше, чем научный сотрудник. Вот вам наша экономическая и налоговая политика, да, все это срочно надо менять, и это можно поменять очень быстро. С миграционной политикой можно разобраться за месяц, с рождаемостью, понятно, значительно все сложнее, просто значительно. Ну, мы просто обязаны, да, там, ну, перейти, там, к коэффициенту рождаемости, не знаю, там, 2,5, мы просто обязаны. И, опять же, есть такие возможности. Яркий пример, Чеченская республика, я, кстати, приводил этот слайд, тут недавно форум был по делам национальности у Баринова, и вот я на своей сессии тоже показывал. В Чеченской республике с 2010 года население с 1,270,000 увеличилось до 1,533,000, к 1933 году будет 1,800,000. В Новгородской, Псковской области было в 2010 году 1,270,000, сейчас 1,164,000, в 2033 будет миллион, из них минус 30% это, ну, не коренное население, да, это как раз мигранты там и так далее. Повторюсь, это катастрофа. Что сделала Чеченская республика? А все очень просто. Навели порядок, там нет алкоголя, а мы пьем у нас в каждом дворе что? Наливайка, да, и самое главное, развитие малого бизнеса. Давайте вот мы натрываем таких наливаек, там десятки тысяч, там, не знаю, там в каждом городе, и все будут счастливы, да. Нет-то по кукурению там, да, все заканчиваю, все заканчиваю. Пора подумать о русском народе, он действительно системообразующий, не будет русского народа, но и не будет и России. Поэтому порядок навести можно, можно сделать это быстро, и мы предприниматели знаем, что делать. Дайте нам возможность такой. Продолжение следует...